В эфире новости день за днём. В студии Олег Соловьёв. Здравствуйте. О событиях, которые нам показались интересными, расскажем прямо сейчас. Сегодня в программе. В отношении чистотехнологичной пары, которые занимаются за основу, при необходимости изучения года, при вопросе изменений. Заседание постоянных депутатских комиссий Десногурского городского совета. Не то, что лежать целыми днями, загорать с 8 утра до бесконечности. Загорать или нет? Польза и вред загара. Для того, чтобы человек начал путь к исцелению, во-первых, надо самому себе, надо бы сказать. Круглый стол с членами сообщества анонимных алкоголиков. Переходим к темам выпуска. Делегация Смоленской области достигла первых успехов в Петербургском экономическом форуме. Глава Смоленского региона Алексей Островский пришёл к соглашениям по вопросам стабильности работы предприятий области и разработку новых инвестиционных проектов. Благодаря этому на территории Смоленщины ожидается модернизация городского освещения и развитие телекоммуникационных сетей. В целом, за время проведения форума планируется подписать значительное количество соглашений. По завершении саммита общий объём инвестиций составит 19 миллиардов рублей. На повестке дня депутаты городского совета рассмотрели актуальные и важные для города вопросы. Подробности далее в сюжете. Первым вопросом повестки дня значился отчёт главы Десногорска о результатах своей деятельности и деятельности администрации за 2018 год. Однако, ввиду независимых от ответственных лиц причин, данный отчёт будет зачитан 24 июня вместо ранее обозначенной даты 10 июня. Кроме этого, был рассмотрен проект изменений к положению о бюджетном процессе муниципального образования. В чём суть изменений? В положении о бюджетном процессе установлен перечень документов, прикладываемых к квартальным отчётам об исполнении местного бюджета. Было предложено привести состав документации в соответствии с действующим законодательством. Также обсудили вопрос об утверждении плана работы Десногорского городского совета на второй полугодии 2019 года. Вопрос чисто технический. Плана изменяется в основном, при необходимости в течение года, при вопросе изменений. Эти и другие вопросы будут рассмотрены на 65-й сессии Десногорского городского совета. Олег Солобьёв, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ Огромные расходы на инфраструктуру и хроническая убыточность – это бы ожидало Смоленский аэропорт в случае его появления. Об этом сообщил Алексей Островский на совещании с областной думой. На большой пассажиропоток Смоленскому аэропорту рассчитывать не пришлось бы, в первую очередь из-за конкуренции. Из соседних регионов, не считая Подмосковья, аэропорты есть в Калуге, Пскове и Брянске, а также в Белорусском Витебске. При этом Брянский аэровокзал получает ежегодную дотацию в размере 500 миллионов рублей. Тем не менее, в 70-80-х годах авиасообщение связывало Смоленск со многими другими городами. С аэродрома «Южный» взлетали рейсы в Москву, Киев, Минск и другие населенные пункты. Летом так хочется побольше бывать на свежем воздухе и принимать солнечные ванны. Но оказывается, это не так полезно, как кажется. Чем это опасно? Смотрите в сюжете. Столбик термометра на отметке по 30, поэтому на Десногорском пляже даже в будний день довольно многолюдно. Чтобы после долгого лежания на песке у воды остались только приятные воспоминания и ровный загар, следите за временем, проведенным на солнце. Самое важное правило загорающего – купанию время, а загару – час. Нужно подвергать свою кожу инсуляции строго определенные часы. Это до обеда, то есть до 12 часов дня и после 16.00. Но не только время инсуляции влияет, а также влияют такие факторы, как защита кожи. Это применение средств с СПФ-фильтром. Золотистого оттенка кожи можно добиться, не выезжая за пределы города. Начинать загорать нужно постепенно, каждый день прибавляя по 5-10 минут. Находиться на солнце дерматологи рекомендуют не более 2-х часов в день. А для достижения положительного эффекта для организма требуется и вовсе меньше получаса. При инсуляции идет выработка в организме витамина D, который участвует в кальцио-фосфорном обмене. То есть это профилактика костевого пороза и крепкость наших костей. Но чтобы этот процесс запускался, достаточно всего лишь 2-3 раза в неделю подвергать инсуляции верхней конечности, либо нижней по 15-20 минут. Продолжительные солнечные ванны чреваты как минимум солнечным ожогом. А регулярное несоблюдение правил безопасности может стать причиной куда более серьезных неприятностей. Онкологические заболевания от базилиомы до царицы опухоли меланомы. В некоторых случаях таков печальный итог злоупотребления солнечными ваннами. Получайте витамин D с умом и будьте здоровы! Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ Продажа автомобилей в России продолжает снижение. За 5 месяцев текущего года автомобилей продано на 2 с лишним процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Неутешительные результаты у большинства иностранных производителей массового сегмента. Потери рынка составляют от 1 до 30%. В числе компаний с положительной динамикой можно отметить китайских автопроизводителей прирост от 150 до 250%. Лидер российского рынка Автоваз пока не отличается ярко выраженной динамикой. Главной причиной снижения продаж остается слабый спрос, который обусловлен макроэкономическими факторами. Из-за роста цен и ограниченной государственной поддержки клиенты предпочитают откладывать покупку автомобиля до лучших времен. Алкоголизм часто это задача, которую не решить в одиночку. Встреча представителей организации и общественности Десногорска с членами сообщества анонимных алкоголиков – это поиск способа помочь людям, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Подробности в сюжете. Донесение идей о выздоровлении от алкоголизма до всех страдающих от недуга людей – задача сообщества анонимных алкоголиков. Такие группы самопомощи действуют на территории нашей страны уже более 20 лет. В одном лишь московском регионе таких групп более 120. Есть они и на Смоленщине. Благодаря проведению круглых столов и регулярным встречам десятки людей вернулись к трезвому, здоровому образу жизни. А общество обрело полноценных граждан. Сообщество поддерживают чиновники и врачи, представители духовенства и общественных организаций. Для того, чтобы человек начал путь к исцелению, во-первых, надо самому себе об этом сказать. Это не всегда получается. Второй момент – поддержка друг друга тоже очень значима, потому что одному справляться с такой серьезной проблемой очень сложно. Статистика, которую озвучили во время встречи, шокирует. Алкоголь ежегодно убивает более полумиллиона человек. В состоянии алкогольного опьянения совершается около 40% самоубийств, а употребление горячительных напитков начинается у многих со школьной скамьи. Сообщество анонимных алкоголиков обычно располагается в наркологических диспансерах, на территориях православных храмов или попросту в любом предоставленном помещении. Ожидается, что подобные встречи в скором времени будут проходить и в Десногорске на постоянной основе. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Деснатовы. Развитие технологий и замена людей компьютерами – такая перспектива пугает большинство россиян. Согласно проведенному опросу, потерять работу из-за цифровизации опасается 65% сограждан. В группе особого риска – сотрудники старше 50 лет. Большинство работодателей считают, что им сложно разобраться в современных технологиях и усвоить новый материал. Тем не менее, формирование цифровой экономики – это вопрос национальной безопасности Российской Федерации. Об этом заявил президент Владимир Путин. Цифровизацию также называют единственным шансом для России стать глобальным мировым лидером в экономическом развитии. Объем финансирования этого национального проекта до 2024 года составит более полутора триллионов рублей. Лебеди, вазоны, бортики вокруг цветов и кустарников – изготовление этих городских конструкций из автомобильных покрышек уже давно возведено в ранг отдельного искусства. Но пока одни приспосабливают шины во дворах, на дачных участках, другие извлекают резиновые кольца из земли. И, как выяснилось, не зря. Автомобильная покрышка – это отходы четвертого класса опасности. На жаре покрышка выделяет около 15 вредных веществ, которые испаряются в воздух, а также уходят в грунт, загрязняя почву. По этой причине в Роскомнадзоре считают, что автомобильной резине не место у жилых домов. Кроме этого, за создание конструкции на придомовых территориях и шин полагается штраф. И о погоде. 11 июня жара не сдаёт своих позиций. В Десногорске днём плюс 28. Возможны грозы. Ночью 18 со знаком плюс. Смотрите наш телеканал и не забывайте про наш сайт – desnadefistv.ru. Также мы есть в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. Заходите и ставьте лайки. В студии работал Олег Соловьёв. Всего доброго и удачи! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...